Процесс эволюции личности всегда связан с тем, что первоначально человек должен чему-то обучиться и с чем-то. Как-то связаться и восстанавливаться, если он только в какую ситуацию попадет, к чему он подчинится и в чем он восстанавливается. Если это будет связано с общественно положительными установками и ассоциациями, это одно, а если с отрицательными, это другое. Но вот я хочу вам напомнить проблему монаха и монашества в целом. Ведь когда человек решается пойти в монахе, тот всегда становится первоначальником, послужником. Он как-то отказывается от своего «я», он выполняет самую разнообразную сложную работу, которая только приятная. Вот этот отказ от своего «я» до него даже как-то, я бы рискнул, условно упомянуть такое слово «мазохический неопредельный». А ведь потом, когда он начинает приобретать новое самосознание, он начинает расти. Расти и как личность, заново, сформирующаяся в религиозном монашеском условиях, он начинает расти и по неравке религиозных административных издражений. Он становится священником, медицинским и так далее, и даже римским паром. То есть, процесс отказа от себя в отдельных случаях может предполагать максимальное достижение себя через какое-то время в процессе собственного развития человека. Так же и гипноза. Поэтому вот этот обостренный страх, в принципе, надо с ним сражаться. Ну, представьте, если я пойду в монахе и буду чувствовать обостренную неприятность, выполнять всю эту тяжелую монашескую работу. Здесь будет тяжелое время. И уж скоро человек решил, что, понимаете, как я вчера, участвовать в опыте, кто-то где-то будет психологически настроиться на то, чтобы не таяться. Ну, мало ли, что там случится. Вы должны думать о том, что врач достаточно компетентен, чтобы вас защитить, чтобы вам помочь. А главное, врач достаточно ориентирован, чтобы вас разбивать, совершенствовать и улучшать. Что все, что не делается в этом направлении, все не только к лучшему, как у нас говорят в России, все, что не делается, только к лучшему. Но все, что не делается, связано с совершенством, улучшением и развитием. То есть лучшее здесь будет связано с полным развитием от одного сердца к другому, и совершать второе человеческое личность. Чтобы полностью потом объединиться со своим новым вариантом «я» и более совершенным. Каждый ступень нашего «я», каждый ступень нашего самосознания предупреждает что? Прежде всего совершенства. Прежде всего самобособленность. И, прежде всего, самоубтворенность. Чтобы изменить свое собственное «я» данного момента, мы обязательно должны отказаться от того «я», которое есть у нас сегодня, во имя того «я», которое должно быть завтра. Мы постоянно развиваемся, каждый раз незаметно отказываясь от того, что мы сами собой представляем, во имя того, что мы должны быть. Но надо, конечно, здесь не отдать, чтобы не было перегрузок, не было какого-то эмоционального подхода, не было садизма. Но надо, конечно, это все было достаточно умным, научным, умным и неправильным. Идеально. Аббандонат,休ат, победуя, поддержание, поIC, не былоろ deemed исчис defence. Идеально это жить на жизнь, интенсивно, в коммунене с Дио, но и на свободе. Поэтому мы не можем использовать этот фритер на перспективе. Это неожиданно. Тут, в монахесе Оргентале, это было экспериментано и начало, как в начале Сотопио XII, Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 4 5 6 3 8 9 Eccoci a piano terra, dove andiamo via spalancata un'ampia porta a vetri, riusciamoci trovando un meraviglioso parco, vastissimo, animato dalla presenza di invalosi visitatori che non fanno bolla, ma hanno un comportamento giovane, allegro, spiritoso e divertente. Andiamo passeggiando tra la gente, portiamo battute divertenti, brandelle di colloqui, di discussioni, tutto è utile per il suo stato d'animo e anche per noi. Arriviamo a una panchetta di legno all'ombra, sediamo, continuiamo interessati nel passaggio.